я приветствую вас на канале повезушки с танюшкой сегодня я предлагаю связать вам вот такую мужскую шапочку связана она вот таким узором вяжется достаточно быстро и легко эта шапочка идет на осень весну она не очень теплая шапочка уже прошла в т.о. постирана разутюжена и вот такую форму она имеет эту шапочку я вязала на обхват головы 56 сантиметров она отлично подойдет на 54 56 до 58 данные расчеты уже не подойдут хотя если вы свяжете эту шапочку большим номером спиц подойдет и шапочка и отлично на 58 размер если вам понравилась такая мужская шапочка то давайте ее вместе с вами свяжем для вязания данной шапочки нам понадобится пряжа пряжа буду использовать alizela на gold плюс здесь в 100 граммах 140 метров и номер цвета 203 спите я буду использовать номер 4 и номер 5 также нам понадобится маркер и счетчик рядов для начала как обычно мы вяжем образец измеряем обхват головы у ребенка моего сына он составляет 56 сантиметров я связала образец в образце в одном сантиметре у меня получилось одна целая 33 петельки в одном сантиметре поэтому мы 56 умножаем на 133 получаем 74 петельки так как в рапорте узора у нас 6 петель мы должны разделить 74 на 674 не делится делится 72 значит нам нужно набрать с вами 72 петельки и 73 мы набираем для того чтобы соединить наше вязание в кольцо для начала наборный ряд мы будем делать обычным классическим способом на спице номер 5 а затем уже первый ряд мы будем вязать с вами спицами номер 4 для начала мы делаем с вами закрепительную петельку и затем набираем 73 петельки обычным классическим способом на спице номер 5 набрали 73 петли теперь нам нужно соединить вязание в кольцо для этого первую петельку мы одеваем на правую спицу и последнюю петельку снимаем на первую и подтягиваем эту петельку переснимаем снова на левую спицу теперь берем спицы номер 4 и приступаем к вязанию резинки резинку нам нужно провязать сантиметра 4 и резиночка у нас будет идти 2 лицевых 4 изнаночных с первой петельки мы приступаем к вязанию провязываем 2 лицевые петли следующие 4 петельки изнаночные 2 3 4 снова 2 лицевые и снова 4 изнаночные и так мы с вами довязываем первый ряд и вяжем резиночкой где-то 4 сантиметра я сейчас провяжу и скажу сколько рядов у меня получилось и так провязали мы 12 рядов резинкой 2 на 4 и теперь переходим к вывязыванию рисунка для того чтобы нам начать рисунок нам нужно последних 2 изнаночных переснять и вот отсюда у нас будет считаться начало ряда мы повесим сюда маркер счетчик мы сбрасываем на 0 теперь берем спицы номер 5 и переходим к вязанию рисунка первая петельку по рисунку нас будет идти изнаночная следующая петля изнаночная лицевая мы будем провязывать следующим образом изнаночную петельку мы оставляем за работой и провязываем лицевую затем с изнанки изнаночную петлю возвращаем на спицу и лицевую переснимаем на правую спицу и провязываем петельку которую снимали изнаночную петлю лицевую снимаем изнаночную переснимаем на правую спицу и провязываем петельку лицевой далее вяжем 2 изнаночных петли и снова рисунок повторяем изнаночную оставляем за работой лицевую провязываем изнаночную возвращаем на левую спицу провязанную переснимаем на правую и снятую петельку провязываем изнаночной следующую лицевую снимаем перед работой изнаночную провязываем снимаем снова лицевую на левую спицу а провязанную переносим на правую и провязываем лицевую петельку 2 изнаночных и так вяжем первый ряд до конца провязали первый ряд переходим к вязанию второго ряда 2 ряд как и все четные ряды мы будем провязывать по рисунку там где у нас лицевая мы провязываем лицевой где изнаночная изнаночной у нас идет 1 изнаночная лицевая 2 изнаночные петельки 1 лицевая 2 изнаночные петли 1 лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая и так вяжем второй ряд до конца провязали мы с вами второй ряд переходим к вязанию третьего ряда делаем точно так же как в первом ряду первую петельку мы снимаем нить перед работой провязываем лицевую изнаночную возвращаем лицевую переснимаем на правую спицу изнаночную петельку провязываем изнаночной провязываем с вами 2 изнаночные петли лицевую снимаем нить за работой изнаночную петельку провязываем изнаночной лицевую возвращаем на левую спицу провязанную снимаем на правую и провязываем петельку лицевой и повторяем раппорт узора изнаночную снимаем нить перед работой лицевой провязываем изнаночную возвращаем с изнанки на левую спицу провязана переснимаем и провязываем петельку изнаночной 2 изнаночные петельки лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем изнаночной лицевую переснимаем на левую провязанную на правую и провязываем лицевую и так вяжем этот ряд до конца 4 5 6 7 8 9 10 мы будем вязать по рисунку то есть лицевая петля лицевой изнаночной изнаночной вяжем так этот ряд до конца и до 10 ряда по рисунку провязали 10 ряд по рисунку то есть лицевая 4 изнаночных лицевая и переходим к вязанию 11 ряда в одиннадцатом ряду нам нужно делать следующим образом одну петельку лицевую мы оставляем перед работой 2 провязываем изнаночной снимаем лицевую на левую спицу изнаночную переснимаем на правую и провязываем лицевую провязываем 2 петли изнаночные оставляем петельку за работой провязываем лицевую поднимаем петельку на левую спицу провязана переснимаем на правую провязываем изнаночную изнаночной и раппорт узора повторяем лицевую оставляем перед работой изнаночную провязываем изнаночной лицевую переснимаем изнаночную на правую и провязываем лицевую 2 изнаночных петельки изнаночную оставляем за работой провязываем лицевую изнаночную возвращаем на на левую спицу лицевую переснимаем на правую и изнаночную провязываем изнаночные и так провязываем 11 ряд до конца 12 ряд провязываем по рисунку провязали 12 ряд по рисунку переходим к вязанию 13 ряда в 13 ряду провязываем первую петельку изнаночной следующую петельку снимаем перед работой лицевой изнаночная переснимаем лицевую и изнаночную и провязываем петельку лицевой петельку изнаночную вставляем за работой провязываем лицевую переснимаем изнаночную и провязываем ее изнаночной провязываем 2 изнаночные петельки снимаем лицевую перед работой изнаночную провязываем возвращаем снятую петельку на левую спицу провязанную на правую и провязываем изнаночную вставляем за работой провязываем лицевую возвращаем снятую петельку на левую провязанную на правую и провязываем изнаночную провязываем 2 изнаночные петельки так вяжем 13 ряд до конца 14 15 16 17 18 19 20 21 ряды мы провязываем по рисунку и затем мы повторяем вязание с первого ряда по 21 и вяжем столько рапортов рисунка сколько нам нужно и авто вязать провяжу и потом скажу сколько у меня получилось рядов и затем мы начнем с вами убавление на макушку и затем мы сделаем с вами вместе убавление и так провязала я 25 рядов получается что после последнего перекрещивания я провязала 2 ряда без изменений по рисунку теперь мы должны сделать убавки убавки в этом ряду мы будем делать в лицевых петлях поэтому первую петельку лицевую мы провязываем и сюда же перемещаем маркер мы помним что мы на 2 петельки сместили круг поэтому нам нужно концу вязания вернуть эти две петельки на правую спицу поэтому вяжем сейчас 4 изнаночные петли и 2 лицевые нам нужно провязать вместе лицевой я буду провязывать за переднюю стенку снова 4 изнаночные петли и 2 вместе лицевой за передние стенки и так вяжем этот ряд до конца 26 27 ряд вяжем по рисунку без изменений то есть 4 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая провязали 27 ряд без изменений переходим к вязанию 28 ряда 28 ряда снова делаем убавку провязываем 1 изнаночную петлю и 2 изнаночных вместе изнаночной петлей снова изнаночную петлю и лицевую и повторяем 1 изнаночная 2 изнаночных провязываем вместе изнаночной петли изнаночная и лицевая вяжем этот ряд до конца повторяя убавки в изнаночных секциях и затем следующий ряд 29 провязываем без изменений 3 изнаночных 1 лицевая и так провязали 29 ряд по рисунку в тридцатом ряду снова делаем убавление убавлять будем сразу первую петельку провязываем 2 вместе изнаночной петлей изнаночные лицевая 2 вместе изнаночной петлей изнаночная лицевая 2 вместе изнаночной петлей изнаночная лицевая так вяжем ряд до конца 31 ряд провязываем по рисунку 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных 1 лицевая и так провязали 31 ряд по рисунку теперь в тридцать втором ряду снова делаем убавку первых две петли изнаночными провяжем вместе изнаночной и 1 лицевая 2 вместе изнаночной и 1 лицевая 2 вместе изнаночной и 1 петелька лицевая и так вяжем этот ряд до конца 33 ряд провязываем по рисунку 1 изнаночная 1 лицевая для удобства я буду использовать чулочные спите номер пять провязали ряд без изменений 1 изнаночная 1 лицевая теперь нужно делать убавки лицевыми петлями то есть изнаночную и лицевую мы будем провязывать вместе лицевой изнаночную лицевую вместе лицевой изнаночную лицевую вместе лицевой и так до конца ряд провязали 34 ряд по 2 вместе лицевой ниточку обрезаем при помощи крючка протаскиваем нить через петельки захватив каждую петлю всего у нас осталось 12 петелек вот так это выглядит ниточку теперь затягиваем выводим наизнанку и завязываем узелок и кончик прячем ну вот и все шапочка у нас связана вот такая макушка в виде цветочка у нас получилось кончик я уже ниточки спрятала в это сделала и теперь можно ее носить если у вас остались какие-то вопросы по данной шапочке то пишите обязательно их в комментариях я с удовольствием на все вопросы отвечу но на этом все всем пока пока и до новых встреч у нас у Субтитры сделал DimaTorzok